Коллеги, добрый день. Сегодня мы поговорим с вами про технологию процесс майнинг. Про то, как он используется в BI-системе Clicksense и какие преимущества это дает, связка технологии BI и технологии процесс майнинг. Для начала давайте разберемся, что такое в принципе процесс майнинг, как нам получить event log. event log содержит в себе следующие поля. Во-первых, это case ID, это какая-либо уникальная цепочка. То есть у нас вот цепочка, которую мы проходим, она где-то начинается и где-то заканчивается. И один экземпляр равен одному case ID. То есть вот этот case ID определяет, как будет выглядеть наша цепочка. Дальше у нас идет activity type, тип активности. Что такое активности? Активность – это каждая из данных действий. Здесь оно выглядит, как синий кружочек. Потом идет юзер. Это какая-то дополнительная информация, которую мы хотим добавить. Какая-то ссылка на другие таблицы, либо что-то еще. Все, что мы хотим, как мы хотим расширить наши данные. Какими другими данными мы хотим расширить наш event log. Дальше идет activity start и activity end. Это наши timestampы, метки времени, по которым и определяется, как долго выполнялись наши действия и в какой очередности они выполнялись. Для автоматического построения данных визуализации. Как нам получить event log? Что нам необходимо для визуализации своих бизнес-процессов? Чаще всего у вас уже есть все данные. Если, допустим, у вас был или есть кликсенс, то там строилась модель данных. То есть вот эта вот архитектура, дерево, которое позволяло вам визуализировать данные. Все, что вам нужно к нему добавить, это обогатить конкретные вещи, которые вы хотите визуализировать как бизнес-процесс, меткой времени. Необходимо убедиться, что вы сохраняете данные с метками времени и потом составить такой event log, выстроить их по каким-то выбранным кейс-айди. Что я имею в виду? В зависимости от того, какой будет кейс-айди, те данные и будут визуализироваться. Вам нужно будет посмотреть, какие активности используются. То есть необходимо будет провести работу по сбору, выявлению активности, которую вы хотите задействовать, и построению этой таблицы. После этого данные будут визуализованы автоматически, и вы сможете их изучать. Зачем нам в принципе использовать процесс-пайнинг? Какие он преимущества дает? Если рассмотреть стандартные бизнес-процессы, которые выглядят примерно следующим образом, на их разработку и их построение необходимо выделить достаточно большое количество ресурсов и достаточно большое количество времени. Нам нужно отправить людей, которые пробегутся по всем элементам этой цепочки и запишут необходимые данные о том, как происходит наш бизнес-процесс, который мы хотим визуализировать. В чем могут возникнуть проблемы? Ну, во-первых, это просто медленно и дорого. Мы тратим кучу человека часов и кучу ресурсов, чтобы построить данную диаграмму. Во-вторых, у нас нет уверенности, что человек, который собирает эту бизнес-модель, не ошибется где-то в каких-то важных ключевых моментах. Нам приходится ему доверять, и нет возможности перепроверить это, либо отправлять дополнительных людей, но это еще больше времени. И, в-третьих, после того, как мы получили данную модель, чаще всего она не содержит ошибок. Мы хотим улучшить свой бизнес-процесс, а для этого нам нужно понять, где находятся ошибки. Но, чтобы подобным образом визуализировать ошибки, нам нужно знать, что они у нас есть. А так как мы не знаем о том, что у нас ошибок нет, мы их не можем визуализировать. То есть, если мы хотим что-то улучшить, нам нужно знать, что улучшать. Но об ошибках нам эта модель говорить не будет никогда, потому что, если бы мы об ошибках знали, мы могли бы уже их сделать лучше. Я надеюсь, тут все было понятно. И можем посмотреть, как эту проблему будет решать процесс майнинг. Процесс майнинг не надеется на то, что человек правильно заполнит какие-то вещи. Вы будете получать данные на лету. Если какой-то активити произошел, если какая-то активность действия случилась, то вы сразу же получите у себя в логах пометочку о том, что это случилось тогда-то и тогда-то. Вы будете работать с реальными данными, не с тем, что вы думаете, как выглядит ваш бизнес-процесс, а с реальными данными, которые были получены в программной среде. На самом деле очень важно понимать, какие конкретные вещи происходят у вас в бизнес-процессах. Если вы хотите повлиять на них и улучшить что-то, вам нужно видеть действительную картину. Давайте с вами посмотрим, как выглядит связка процесс майнинг и BI. Потому что есть отдельные вещи, которые позволяют просто визуализировать бизнес-процессы. Вы просто увидите вот красивую картинку, примерно такую, как можем увидеть здесь, и не совсем понятно, что с ней делать дальше. В связке с BI-системой ClickSense мы можем сразу же посмотреть, например, сколько времени это занимает. Давайте по порядку рассмотрим, что такое анализатор процесса, что такое вот этот экстеншн для процесс майнинга. Анализатор процессов содержит три основных панели. Главное – визуализирует наш процесс. Верхняя содержит статистические показатели о том, сколько вариантов процесса выбрано и скольки, и сколько дел это затрагивает. И левая панель – панель управления. На левой панели сейчас выберем самый распространенный вариант. Мы видим только один вариант нашего процесса. Самый распространенный, который встречает чаще всего. Это один вариант из 7171 процесса. Но он затрагивает 36 тысяч действий, которые были по цепочке, по этой проходили, из 134 тысяч действий. Если мы применим данную выборку, мы можем посмотреть, как выглядит конкретный лог. Сейчас открою необработанный журнал и что-нибудь, какой-нибудь конкретный процесс по какой-нибудь конкретной компании. И какой-нибудь конкретный процесс. Вот. Вот так выглядит наш event-лог для конкретного случая. И все event-логи с похожим путем прохождения по типу активности, они будут визуализированы в нашем экстеншене, в анализаторе процессов. Вот. Уберем лишние выборки. Вот. Панель слева позволяет нам управлять количеством вариантов, типом их отображения и многими вещами. Сейчас я продемонстрирую. Еще раз. В данный момент у нас выбран один процесс из большого количества. Давайте добавим еще один процесс. Свежедобавленный процесс будет подсвечен зелеными стрелочками. Мы можем видеть, как происходит второй по популярности, по распространенности процесс. Сначала создается позиция на закупку, потом подтверждается поступление товара, потом поставщик создает счет в актуру. И после этого у нас уже идет подтверждение квитанции и, собственно, сама оплата. Также еще раз добавим, нам добавятся какие-то, могут добавляться какие-то новые экшены. Мы видим, что снятие блокировки платежа происходит в какой-то момент. И добавив еще один, мы увидим там еще один дополнительный экшен. В левой части экрана мы можем видеть, сколько времени занимали эти процессы. Сейчас я выделю самые долгие и самые неудачные процессы. В данный момент у нас выбрано среднее время простоя. Сколько времени составлял путь от одной активности и до другой активности. И сразу видно, что среднее время чаще всего тормозилось между отменой получения товаров и отменой квитанции о счете. Для того, чтобы понять, что происходило получше, выберем конкретно этот путь. И получим визуализацию всех процессов, всех основных процессов, топ-процессов с этим путем. Здесь мы видим все варианты, которые тормозили нам наш процесс. И так как процесс майнинг у нас используется в связке с BI-технологиями ClickSense, вся отображаемая в данном экстеншене информация бьется с тем, что отображается здесь. То есть мы можем на лету посмотреть, в каких конкретно моментах у нас была эта проблема. Это могут быть какие-то конкретные поставщики или продукты. Давайте посмотрим, например, с какими конкретно поставщиками было больше всего проблем. Мы видим, что есть ряд поставщиков, у которых данная проблема встречалась чаще, чем у других. Можем их выделить и посмотреть, какие продукты мы у них заказывали, какие классы продуктов мы у них заказывали. И опять же оценить, в каких продуктах происходило больше всего проблем. После этого мы можем позвонить или конкретному поставщику, или конкретному продукту и спросить, дружище, почему у нас вот такая долгая задержка, в среднем 182 дня между отменой получением товаров и отменой квитанции о счете. Что мы можем с этим сделать? Вот так процесс майнинг в связке с BI дает реальные возможности разбираться в том, что происходит, в том, как происходит, и настраивать свои бизнес-процессы. Теперь очистим выборку. Было бы очень здорово, если бы наши бизнес-процессы выглядели именно так, если бы это было единственное, скажем, варианты наших бизнес-процессов. Но, к сожалению, чаще всего они выглядят немножко не так. Если мы выведем тысячу вариантов, мы увидим, как на реальных данных обезличенных выглядят бизнес-процессы чаще всего в компании. Перед вами так называемая диаграмма спагетти. Это реальные бизнес-процессы обезличенные, и это реально происходит во многих компаниях. Если компания говорит, нет, нет, это не про нас, у нас этого, такого ужаса никогда не будет, чаще всего это как раз и про них, потому что данные вещи встречаются у всех. Абсолютный хаос и непонимание, куда что обращается, куда что попадает. Как мы можем с этим бороться? Как процесс майнинг может помочь нам разобраться с этим всем? У нас есть специальный экстеншн для этого, который называется «Анализ структуры процесса». Что из себя представляет анализ структуры процесса? Анализ процесса позволяет нам задавать вопросы и проводить свои внутренние расследования. Например, мы можем выдвинуть гипотезу, а может ли происходить так, что мы по одному и тому же счету производим оплату дважды. Для того, чтобы это выяснить, мы заходим в конструктор запросов и моделируем наш процесс. Заполнитель звездочка говорит, что любое количество процессов могло происходить. Потом мы вводим сальдо по счету 0. Это, по сути, и есть оплата процессов, оплата нашего счета. Потом снова добавляем звездочку. Нас не интересует, сколько еще позиций прошло, прежде чем мы снова не оплатим наш счет. Вот, применяя запрос, ждем, пока прогрузится наша визуализация. На самом деле, оно немножко медленно работает из-за того, что я вывел слишком много вариантов. Надо бы сделать их поменьше. Давайте сделаем топ-10. И все будет сразу быстрее работать. Вот, мы поставили топ-10 вариантов, и мы видим, что действительно у нас есть подобные сценарии, по которым мы оплачиваем дважды. Давайте выведем самый распространенный вариант и посмотрим на конкретном примере, как это выглядит. Здесь у нас прошла оплата. Потом мы получили отмену квитанции о счете. и прошла оплата повторно. То есть такая проблема, когда мы оплачиваем дважды, она есть. И с ней можно разбираться, либо можно задавать еще какие-то вопросы, абсолютно любые. Что мы хотим узнать, какие процессы происходили, например, так, как они не должны были происходить. Например, мы сначала хотим посмотреть, сначала там произвели оплату, а потом нам выставили счет. Может ли быть такое или что-нибудь подобное. Данный экстеншен нам позволяет изучать и исследовать свои процессы, задавать вопросы к процессам. Теперь рассмотрим еще один вариант сравнения. Что такое сравнение процессов? Данный экстеншен позволяет нам выбирать два любых процесса и сравнивать их между собой по стандартным KPI, которые используются обычно в BI. В данном случае они уводятся для конкретных процессов. Обнулим нашу выборку. И выберем одинаковые процессы. Так, выведем топ-10. Выведем топ-10. Все, они сейчас у нас одинаковые. Да, все один в один. И выберем разные компании. Здесь будет такая компания, а здесь мы выберем другую. И теперь у нас есть возможность сравнить, как выглядят процессы в разных филиалах одной и той же компании. Например, по идее они должны быть одинаковые, но мы видим здесь явные различия. Мы видим различия в KPI и мы видим различия в визуальном составляющем этих компаний. Мы можем задавать вопросы, опять же, почему так происходит и что необходимо сделать, чтобы этого в дальнейшем не происходило. Данный extension позволяет нам сравнивать абсолютно разные вещи, например, по поставщикам, как у нас происходит работа с разными поставщиками. Или такие интересные вещи, как представьте, что вы хотите улучшить что-то в своих бизнес-процессах. Например, поменять. Как вы поймете, эти изменения оказались позитивными или негативными? В сравнении вы можете выбирать различные даты и смотреть, как изменились ваши бизнес-процессы под влиянием тех или иных факторов. Вы сможете легко рассмотреть эти изменения в данном extension. Двигаемся дальше. Теперь предположим, что у нас есть незаконченные бизнес-процессы. Для этого мы открываем мониторинг процесса. И видим, что у нас есть подвисшие процессы. Те процессы, которые не были закрыты. И многие из них составляют какое-то большое количество времени. Посмотрим, в чем может быть проблема. Выберем какой-нибудь процесс. Подтверждение поступления товаров. Например, вот этот конкретный процесс. Мы видим, что у нас в другой системе была создана заявка. Потом создана позиция на закупку. Мы прошли по нашей цепочке. И у нас произошло подтверждение поступления товаров. Но данный процесс не был закрыт. И что с этим делать? Программа автоматически при построении наших процессов, при построении модели, вычисляет, какие пути чаще всего встречаются в других процессах для того, чтобы закрыть эту заявку, для того, чтобы отработать правильно этот момент. Мы видим, что после подтверждения чаще всего поставщик создавал счет-фактуру. После этого подтверждалась квитанция счета и мы оплачивали ее. Но у нас что-то пошло не так. И в данный шаг, после данного шага у нас не произошел следующий шаг. И эта заявка уже висит больше нескольких лет. Мы можем, увидев это, сразу набрать ребят, которые отвечают за, например, данный шаг и спросить, что происходит, почему мы видим то, что видим, почему у нас такая вот белиберда в данных. Или посмотрим какой-нибудь другой вариант развития событий. Вот второй по распространенности вариант. Здесь примерно то же самое подтверждение акта выполненных работ. И после этого уже поставщик создает счет-фактуру. В общем, у нас есть реальная возможность работать с зависшими процессами, смотреть, в чем проблема и как эту проблему решать. А если мы знаем, точно знаем, какой процесс мы хотим видеть, какой вот идеальный наш процесс мы хотим наблюдать в наших визуализациях, для этого у нас есть экстеншн, который называется проверка соответствия. Идеальные пути называют Happy Pass, счастливый путь. И мы можем предустановить, например, заранее задать в модель данных, какой счастливый путь мы хотим видеть, и по нему сравнивать наши соответствия. Итак, вот у нас наши счастливые пути. Мы выбираем, например, вот лучшие практики централизованных закупок. Мы хотим посмотреть, сколько наших путей, сколько наших процессов было выполнено идеально или близко к идеальному, и сколько из них было выполнено далеко не близко к идеальному. Для этого мы выбираем тот счастливый путь, который мы хотим посмотреть, и смотрим, вот так вот выглядит наш идеальный путь. Дальше мы можем посмотреть, что серьезных отклонений у нас было не так уж и много, те, которые прям не попадали в путь, и достаточно большое количество идеально соответствующих вариантов. Выберем их и посмотрим, как это вот все может выглядеть. Примерно в 45% случаев наше соответствие идеальному пути было 80-100%. Это очень здорово, но давайте посмотрим какое-нибудь плохое отклонение, то есть вот 40-60% соответствия, это достаточно уже существенное отклонение от нашего идеального сценария. И выберем топ-10 вариантов. И мы можем видеть, что вот он наш идеальный путь, должен выполняться так, без различных отклонений, которые происходили здесь. И опять же мы можем выяснять, например, какие процессы мы можем убирать из нашей цепочки, на какие процессы мы можем повлиять. А если какие-то процессы здесь еще занимали слишком много времени, например, вот данный процесс занимал 209 дней в среднем или данный 227 дней, можно смотреть на то, есть ли у нас возможность автоматизировать этот процесс. И мы будем таким образом улучшать работу всей нашей цепочки, удаляя вот эти вот бутылочные горлышки какими-то различными вариантами. Также у нас есть такая замечательная вещь, как анализ аномалий. Мы можем посмотреть, какие аномалии у нас встречаются в бизнес-процессах и выяснить. Сейчас я продемонстрирую, чтобы проще было. Например, аномалии, связанные с процессом выставления счетов. Мы выбираем данную аномалию. И здесь мы можем смотреть, какие конкретно поставщики или продукты влияют на частотность появления этой аномалии. Например, если мы работаем с поставщиком, с данным поставщиком, то у нас большая вероятность возникновения какой-то проблемы. А если у нас тип материала, допустим, вот такой, то вероятность возникновения проблемы меньше. Можем анализировать, что идет не так. Выберем тех поставщиков, у которых вероятность возникновения данной проблемы составляет более 80%. То есть в большом количестве случаев эти поставщики будут вызывать ту или иную аномалию в наших бизнес-процессах. Вот список всех наших поставщиков. Сейчас я спрячу, чтобы проще было. Список наших поставщиков. И мы можем теперь заниматься и изучать нашу проблему, наши задержки с BI-точки зрения. То есть BI-инструмент будет давать нам возможность разбираться в этих данных и находить для себя какие-то инсайты. В чем проблема, как ее решить и как не допустить ее в дальнейшем. В этом основная сила использования связки BI и процесс майнинг. Мы визуализируем процессы, видим по KPI, по BI-системе, по различным KPI, что у нас есть в этих процессах проблема. И связав два этих элемента, мы можем находить, где конкретно проблема, в каких местах, с какими процессами. И пытаться решить эти проблемы, смотря в настоящее, в реальные данные. Вообще, если вам было интересно то, что вы увидели, вы можете написать нам, и мы отправим вам презентацию или демо, связанные с процесс майнинг решениями на базе ClickSense. И вы сможете применить это к себе, к своим проблемам, посмотреть, насколько вам подходит решение своих задач с помощью процесс майнинга. А на сегодня все. Был рад с вами общаться. Всем пока и удачи. Увидимся.